Всем привет, с вами Стыкботмен, и я объявляю новую рубрику под названием Гореподборщики. В этой рубрике мы будем брать одного чела, подбирающий говно, и рассуждать, почему данные девайсы говно. Начнем мы с этого парня. Я думаю, каждый бы хотел стать каким-нибудь киберспортсменом, или просто профессионально уметь играть какую-либо игру. Но для этого нужно тратить какую-то очень большую сумму денег. Перенасыщенность рейзер меня немного тревожит. На покупку всех девайсов. Ну что же, и в этом видео я расскажу вам самый бюджетный набор геймера, который я составил. В него будут ходить клавиатура, мышка и наушники. Но мне все таки интересно, что именно он предложит. Ну что же, а мы погнали к сути данного видеоролика. Поехали! Внимание, сейчас прозвучит важная информация. Все товары, то есть весь бюджетный набор геймера, был составлен на таком сайте, как Алиэкспресс. Но там ходит коронавирус. Так что, внимание, закажите потом. Не надо сразу заказывать. Ну а теперь, приступаем. Ну и начну я, пожалуй, с мышки. Наш топ открывает мышка Джетти, стоимостью 300 рублей. Классика! Свистопердящая мышь с подсветкой за 300 рублей. Ладно, если она для вас игровая, то посмотрим, через сколько дней она у вас сломается. Я думаю, за свои деньги эта мышка очень офигенная. Теперь клавиатура. Из клавиатур я вам могу посоветовать одну клавиатуру Carpray G21. Хотя бы не Метюзиаро. И сейчас я расскажу ее плюсы. Она водонепроницаемая. Найти водонепроницаемую клаву сложная и дорого. Она не справится с водой, как ни крути. И также у нее очень яркие свечи. Либо он говорит про подсветку, либо про механические переключатели, забывая о том, что клавы это мембранная. И еще она мембранная. Наушники я подобрал Clotion. И снова классика. Наушники с 7,1 звучанием, вибрацией, микрофоном и подсветкой за 1000 рублей. Они стоят 1500 рублей. И я думаю, за свои деньги это очень хорошие наушники. Ну, из плюсов я могу выделить то, что эти наушники на ярких свечах. Отвратительным качеством сборки. Ну, и еще я могу выделить то, что они подходят для PS4 Pro. Любые наушники подходят для PlayStation 4. Там же в геймпаде разъем 3,5 мм. Дебилы. Ну, из минусов на них очень плохой микрофон. Они же 1000 рублей стоят. Но для геймера лучше всего брать такие наушники. Потому что, если что-то там в игре сказать, они будут нормальны. И если часок в них поиграть, то ты лишишься собственной башки. Ну, и вот данный видеоролик подходит к концу. Давайте теперь посмотрим, как на это видео реагирует общество. Без комментариев, блэд. Просто без комментариев. А этим видео заканчивается. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok